Приветствую вас. Если вбить в поиск слово депрессия, то на первой строчке, на первом месте будет определение депрессии как психического расстройства. То есть это психическое заболевание. И как любое психическое заболевание, его должен диагностировать врач депрессии. То есть если у вас есть подозрение на то, что у вас депрессия, если у вас есть именно подозрение на то, что у вас может быть депрессия, то вам необходимо к врачу, чтобы он вас осмотрел, чтобы он вас обследовал и на основании этого обследования уже взял вывод относительно того, есть ли у вас депрессия или нет. Потому что депрессия, сама по себе депрессия, это болезнь, вот. А существует еще также депрессивное состояние, которое, в принципе, болезнью не является, вот, депрессивное состояние. Депрессивное состояние болезнью не является. И вот именно с ним можно работать с точки зрения психологии. Вот. А те же симптомы, то что вы пишете, не хочу общаться с внешним миром, а точнее общаться с людьми, разговаривать с бессонницей, снижением аппетита, это ни о чем не говорит. Вполне вероятно, что это скорее, знаете, как апатия. То есть, вы на работе, скажем так, то есть, у вас очень много было действий, которые вы выполняли не для себя. Ну, то есть, вы делали что-то, а вот что-то делали. И вы делали это не, ну, не потому что вам хотелось это делать. Или не потому что вам хотелось это делать. Понимаете? Вот. То есть, это больше похоже именно вот на апатию, больше похоже на апатийное состояние. Вот. то есть, то есть, то есть, то есть, здесь я порекомендовал скорее, кхем, размыслить на тему того, а, как много вы делаете для себя. Ну, вообще. Как часто вы себя радуете, как часто вы себя хвалите, как часто вы чувствуете, что занимаетесь, ну, каким-то любимым, например, делом, вот, и да-да, вот это вот мне кажется более значимым и более важным здесь. Именно здесь, именно вот исходя из того, что вы написали. Это более важно, более значимо, чем то, что, например, говорите вы. Потому что, ну, объективно, объективно, будь у вас депрессия, да, именно, вы бы себя вели все-таки немножко по-другому. Я не буду говорить, как именно, да, я не буду говорить, что именно вы, что именно вы делали, вот, потому что это было бы неправильно. ну, ну, я вам не хочу подсказывать, вот, но вы бы вели себя по-другому, совсем. Вот. Поэтому, может быть, у вас есть депрессия, но больше это напоминает стресс и апатию. Вот. вот. И самостоятельно вы себя диагностировать не сможете никак. К сожалению. в жизни. Потому что вы не врач. И у сознания, у сознания есть свои границы. То есть, свои границы познания. То есть, оно не может себя охватить. Ну, в определенном, в определенном периоде себя охватить, само оно не может. Вот. Поэтому, вот, собственно, оставим то, что вам можно сказать. Вот. Ну, ответить вам на вопрос. На вас. Ну, вот. А-а-а-а. Может. Скорее всего, в вашей жизни что-то произошло. Скорее всего. Скорее всего, с вами что-то случилось. Скорее всего. Я так думаю. И если в вашей жизни действительно что-то случилось. Вот. То, ну, здесь нужно смотреть, что случилось. Потому что. Именно это. Именно вот. То, что случилось. А-а-а. И повлияло на вас. Это вот. Куда более. Реально. Чем. Ну. Чем. То, что вы. Описывает. А депрессия происходит без видимых причин. Ну, видимых причин как бы. Нет. Вот. Еще раз повторю. Если у вас есть подозрение на депрессию, вам нужно обратиться к врачу, психиатру, либо психотерапевту. Вот. А-а-а. Очень желательно, чтобы он диагностировал вам депрессию. Ну, наличие или отсутствие ее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением. В этом ничего хорошего нет. То есть, ну, в самолечении ничего хорошего нет. Вы себе не поможете. Вы себе можете только навредить. Поэтому избегайте такого рода действий. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok